А каким образом мы пытаемся сформировать этот новый миропорядок? Мы взбиваем, 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 чтобы появилась еще точка опоры, на которую все человечество может встать. Впервые мы это делаем без террора, с ростом благосостояния граждан. Безнаказанность породила вседозвольность, и люди от этого в ужасе. А меня пытаются, пытались в штурмаку от засунут, где я вообще ничего даже не понимаю. И вот уже две недели они лежат в кипятке. Шкурку я тут сдрала, и больно сейчас. Не забывайте, так-так, авансом, але лишите нам вподобайку. Как говорится, друзья, сперва на Киев, а потом сразу на Берлин. Я Беликой Сергей Юрьевич. Старосты сел Кимбургской косы Покровка и Васильевка заявляют следующее. Ко мне приходят со слезами на глазах жители села Покровка и жалуются на неадекватное поведение военнослужащих. Массовое мародерство, вандализм, хамское отношение к людям, унижение стариков, кража денег, ценных вещей, инструменты во время обыска, применение насилия и принуждение к даче ложных показаний, прямые угрозы жизни в случае обращения в полицию. Все это стало нормой нашей жизни. У людей воруют продукты, включая предоставляемую государством гуманитарную помощь. У больного с сахарным диабетом человека после инсульта украли глюкометр и тонометр. Безнаказанность породила вседозвольность, и люди от этого в ужасе. Свои действия военные объясняют тем, что все мы ждуны, пособники ДРГ, информаторы и корректировщики, «Они открыто говорят, вы все враги, а значит с вами можно поступать по беспределу». Особо отличилась в этом группа разведчиков бригады «Дом» под командованием некого Шмеля. Он унижал и материл в собственном доме моего тестя, больного старого человека. Безосновательно разгромил усилитель связи, с помощью которого решались все гуманитарные проблемы. Две недели назад положили новые трубы, и вот уже две недели они лежат в кипятке, рванула. До сих пор парит, и никто ничего не делает. Росіяни брешуть рівно стільки разів, скільки відкривають рота. И это истина не то, яку мы вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, мы это знаем набагато довше. З 2014 года они вправно используют слово «Подтасовку фактов» и «Псо против нас». Хоча б начать с историей с «Роспятым хлопчиком». Тож нині они просто выходят на новый уровень. Хоча и деколи они сами себе компілюют, повторюют и копипастят. Одним словом, мы каждый день невпинно будем показывать, как они зашкварились, как они набрыхали и перекрутили. Для того, чтобы снова и снова это собирать у величезную папочку, яка одного дня обовязково поедет в Гаагу и спрацюет проти російської пропаганди. А слабость шла за счет чего? Что мы с 91-го, раньше точнее, себя планомерно уничтожали. Считаю, что мы таким образом входим в прекрасный Запад. И мы тоже об этом много раз говорили. И то, что сделал Владимир Владимирович, это как раз, ну так давайте говорить прямо, никогда не было такого уровня трансформации в российском обществе, который бы не осуществлялась. Вот вообще, это впервые такая трансформация не методами террора. Это правда, кстати. Если посмотреть, насколько изменилось общество, насколько изменилось внутреннее состояние, понимаете, впервые мы это делаем без террора, с ростом благосостояния граждан. И при полной поддержке общества. Конечно, мы приращиваем территорию, мы постепенно восстанавливаемся. Такого в нашей истории реально не было. Соглашусь. Но уровень осознания требует, чтобы это разъясняли. А каким образом мы пытаемся сформировать этот новый миропорядок? Понятно, что есть те, которые, ну вроде бы как за, но и то осторожничают. Но есть те, которые активно против. Вот каким образом, как все это будет работать? Ну помните известная притча, когда лягушка взбивает сметану, молоко, и там появляется что-то твердое, на что можно опереться. Вот в сегодняшнем мире вот все такое, знаете, желеобразное. Лягушка это мы? Лягушка это человечество. Человечество, хорошо. И есть небольшой островок более-менее твердости, это вот гегемон. Мы взбиваем, 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 чтобы появилась еще точка опоры, на которую все человечество может встать. Конечно, те, кто хотят, чтобы точка опоры была единственная, они этому противодействуют. Значительная часть человечества наблюдает за этим процессом с разной степенью вовлеченности и интереса. Но мы впереди этого процесса, это факт. Ну то есть наблюдают, но не помогают же, правильно? Кто-то помогает. Чего ждут? Ну ждут, как всегда, кто победит. Большинство ждет именно этого. То есть получается, что мы должны сейчас победить, и тогда уже, собственно, все срастет само собой. Именно поэтому Запад говорит, что поражение на территории Украины приведет к каким-то последствиям. Это действительно так и есть. Да. Я же тоже постоянно в информационном поле нахожусь. Я вижу, где пишут Апти, там, ну, Апти Алаудинов вынужден бежать из Курска. Апти Алаудинов бросил своих бойцов и сбежал, там, ну, да, и мы понимаем. Апти Алаудинов зашел сюда, и за эти полтора месяца я ни разу отсюда никуда не выезжал. Я ни разу не ночевал далеко от своей передовой, от своих ребят. Для тех, кто скучает, думает, куда же я делся. Вот, нахожусь в Москве. Вот с нашим абхазским братом идем пешком по Москве. Про, вот они там мобилизованные, темные. Ага, ага. Да-да, много раз я это слышал. Про темного хуторянина. Темень, вот эта беспробудная, в которой не бывает вспышки. Даже в норвежском небе бывает вспышка. В хуторском никогда. Там всегда беспробудная тьма. Такое впечатление, что Толкин вот это вот описывал. Что хутор просто весь, он находится, я не знаю, под горой Диму Бургер. Как известно, именно вот в этой горе, как бы под ней вход в преисподнюю. Вероятно, между преисподней и горой есть еще хутор. Потому что там беспробудная темень. Так вот, эта темень никогда им не мешала. Бегать по Майданам, правда? Крушить памятники. Убить Олесю. Темень никогда не мешала. Темень всегда мешает селюку, когда грядет расплата. Вот тут да. Если открыть. Изданные в советском, при советской власти, особенно в 20-х годах. Воспоминания о буржуазной контрреволюции. Ну, был и такой жанр. То вы там с удивлением обнаружите пассажи о том, что да нет. Ничего мы не хотели воевать за гетманскую Украину. Вообще в гробу мы ее видели. А уж Петлюру, Мракобеса и врага, Селенина и Пролетария. Так мы вообще терпеть не могли. Рассказывали те, кто горцевал в жестоблокитных вот этих вот толпаках. Их попугаями называли. Современники. Вас ничего не смущает? Я вам больше того скажу. Ровно такая же тональность содержится у тех, кого потом советская власть там в 46-м, 47-м, 48-м году ловила. Нет, у тех, кто сам приходил, типа, вот я хочу воспользоваться амнистией, это понятно. Это как отче наш. Они с этого начинали. Больше того, вот сейчас вы послушайте. Никто из них никогда не участвовал ни в каких карательных операциях. Они все были поварами, писарями, лекарями. Узнаете, что это? А это традиция. Социальные мережи для россиян – это как векно або двері в пекло. Ну, в принципе, в пеклі вони и так живут, но лишь через них мы узнаем, что насправді происходит за парибриком и на московских болотах. На имоверное дзеркало, здається, что російська пропаганда каждый день рассказывает про одно, а как начнешь копать и дивиться, что сами россияни выкладывают в социальные мережи, как они показывают своё життя, как они коментуют все, что происходит, диво, даешься, как они напомещают цієї відменности. Особисто я давным-давно переконалася, что их социальные мережи нужно не только вырезать и демонстрировать, и анализировать в нашей программе, а еще, конечно, перекладать и теражировать, показывать это как кунст-камеру на Заходе. Одним словом, те, чем, наибольшие, мы были удивлены, шокованы и, здаясь, каждый раз, что они не могут пробить больше дна, но мы заходим в социальные мережи, находим россиян и понимаем, что в эту игру они могут играть бесконечно. Воды горячие у нас нет со вчерашнего дня. Говорят, что устраняют какие-то несправности, какой-то прорыв. У некоторых людей есть несколько месяцев с лета, с момента планового отключения у нас стаканчик вот стоит для конденсата. Вот. Вот все мокро. Греемся обогревательными приборами. Вот у нас все тут. Обогреватели работают от электричества. Котики греются только здесь. Покушать не могут сходить. Иначе будет холодно. Либо кушать, либо греться. В детской ребенка обогреваем обогревателем. Вот на максимум 26 выставлено. Греем, как можем. Теплые полы работают на всю, на максимум. Тоже не справляются, к сожалению. Вот. Значит, у нас тут вот тоже обогреватель. Тоже на максимум 28 градусов. Халатик тепленький, чтобы не мерзнуть. Вот висит, вот рядышком греется. Я также лежал в психиатрической больнице. Ну, я... С пяти лет меня туда клали. Вот. Очень часто там в год, по три, по четыре раза лежал. Вот. Ну, то, что у меня этот... С головой непорядки. Хочу обратиться, чтобы, ну, помогли. Я просто не знаю, как мне вообще, чего не делать. Вообще не понимаю. Я, как бы, от службы, конечно, не отказываюсь. Вот. Просто хотя бы, чтобы меня, хотя бы, куда-нибудь там, туда куда-нибудь меня поставили, там, хотя бы там, ну, убираться там, еще чего-нибудь там, помогать. Ну, вот такое, ну, я могу. А меня пытаются, пытались в штурмаку от засунуть, где я вообще ничего даже не понимаю, там. Я вот хочу 22-го числа, этот, ну, вот у меня пенсия придет. Вот. Я собираюсь ехать в часть, но я просто боюсь один ехать. Хотел бы с кем-нибудь поехать, чтобы этот, ну, боюсь просто один сам ехать. Когда мне говорят, Россия, агрессор, напал на Украину, такая сякая, я всегда говорю, а представьте, если бы вдруг, не дай бог, какое-нибудь соседнее с нами государство в течение десятилетий превращали бы в антиказахстан. Казахстан. Отправляли бы туда натовских инструкторов, армию тренировали бы по стандартам НАТО, запрещали бы там казахский или похожий на казахский язык. Ходили бы с факелами, кто не скачет, тот казах. Никогда мы не будем братьями, мы хотим в Евросоюз, а вы казахи нам не разрешаете. На утренниках, на детских, кровь казахских младенцев бы разливали. Сжигали бы показательно книги на казахском языке, рушили бы памятник известным казахам. Всех, кто внутри страны призывал бы к здравому смыслу, кто говорил бы, да вы что, мы же веками вместе жили бок о бок, мы же родственные народы, мы исторически близки, ментально. Тех бы пересажали по тюрьмам, поубивали бы, как Олеся Бузину, или выдавили бы из страны. Ну а если бы мы не повелись на это, то они стали бы обстреливать свои районы с преимущественно казахским населением или казахскоязычным. Согнали бы в один дом человек 50, кто был бы за дружбу с Казахстаном, и сожгли бы, радуясь при этом. Но это для верности, чтобы мы точно повелись. А президент бы той страны объявил вишенкой на торте, а мы хотим выйти из безъядерных договоренностей и разместить у себя ядерные натовские ракеты. Три минуты подлета к Астане. Ну как вам такая картина? Сильно нравится? И они говорили бы при этом, мы суверенная страна, вы нам не указ, с кем хотим, с тем мы и дружим, какие хотим у себя базы и ракеты такие размещаем. Что бы мы здесь в Казахстане сказали? Имейте право, сжигайте кого хотите, обстреливайте кого хотите, вы же суверенная страна. Была бы война у нас с ними, ну к бабке же не ходи. Вот эти замерзающие европейцы. С начала отопительного сезона ни воды, ничего нет. Сейчас вот ребенок заболел, врача вызывали температуру 38,7. Мы уже с 19-го года здесь живем, тут постоянно так. Ты смотри, замерзающие европейцы уже русский язык даже выучили. Это чтобы на коленях приползти и извиняться, и просить Путина слезно опять включить газ. У Дениса Кашапова заболел сын третиклассник, простуду мальчика мужчина связывает с переохлаждением. Батареи в комнатах не греют, звонил в ЖЭК, сказали ждите сантехника, но никто так и не пришел. Все сантехники решили за три дня быстренько заработать легких деньжат, и никто назад не вернулся. Несколькими этажами выше живут пожилые супруги Тупановы. Пенсионерам практически по 90 лет, поэтому сами они сантехника не вызывали. Температура в комнатах более-менее комфортной, а вот Лидия Владимировна зябка. Ничего страшного. Лидия Владимировна включит вечером телевизор, первый канал. Ей Екатерина Андреева на коленях расскажет, что американцам и европейцам еще зябче. Ну вот дали 4-го числа в тех комнатах, в двух. А в этой попробовали все, что-то опять не получилось, у них что-то какой-то сбой. Не сейчас, нет. С 4-го числа ждем. Сидеть очень тяжело, холодно. Мы одеваемся по теплу. Мы жители поселка Дачный. Частный сектор. Мы регулярно сталкиваемся, что мы никому не нужны. Проблемы по отоплению у нас каждый год и не по разу. У нас в год минимум каждые 2-3 недели отключают отопление из-за очередного прорыва. Несколько лет просили поменять трубы отопления. Нам говорят, что летом начнут ремонт, но хвост и ныне там. Этот отопительный сезон у нас, как всегда, начался с того, что у нас прорвало трубу. Сразу же после того, как дали отопление, судя по всему. Разрыли у нас основное место, выяснили, что труба вся дырявая и уехали. Ну, это уже такие единичные случаи. И бригады, ремонтные бригады активно занимаются. И этот вопрос находится у меня на особым контроле. Конечно, конечно. Со 2 октября у нас вот эта яма, которая за нами, разрытая. И ни одного человека к ней даже не прикасалось, то есть к ремонту. Неоднократные наши обращения в администрацию района, в администрацию города, в прокуратуры разного уровня, ЧКТС. Остаются вообще без надлежащего внимания. Нам ежедневно говорят, что вот у вас сегодня-завтра начнутся ремонт. Сначала до 7-го, потом до 10-го. Следующий уже 13-й, тут уже очередная информация 14-го. Ремонт подразумевает какие-то работы. Работы до сих пор не ведутся. Соответственно, мы включаем электрообогреватели. Электрообогреватели – это у нас дополнительные расходы на электроэнергию. Плюс, извините, пожароопасность. Я сразу подошла к работникам и спросила. Я говорю, что начался топительный сезон, все, работы начались, да? Они посмеялись, говорят, какой топительный сезон? Еще рано. Я говорю, в смысле? Ну, только в детских садах и в социальных объектах. Я говорю, ну, вообще-то с 1-го числа вообще полностью по всему городу Челябинску. Топительный сезон. Он говорит, ну, подождите, до 8-го же еще есть время. Ну, все. Я говорю, ну, вы, говорю, быстро сделаете-то. Я говорю, ну, постараемся, как сделаем, так сделаем, не переживайте, до 8-го будет. Ну, и все, и на этом все. Они уехали, и больше тишина. В 1987 году на вот этом месте, Восковская 63, Женюкизовский район, был построен из-за эксплуатации дом. Дом наш был кооперативный, он был построен за счет наших средств. В результате боевых действий в марте 22-го года дом очень наш пострадал и был признан непригодным для проживания. Согласно заключению комиссии номер 122 до 27-го сентября. И был снесен в январе 23-го года. Мы жильцы дома нашего 63-го, вот собрались здесь. Мы очень волнуемся, все без крова, переживаем. Будет ли у нас прямой, обращаемся в администрацию города, и у нас прямой вопрос. Планируется ли строительство на нашем месте, и как будут распределяться квартиры? Будем ли мы жильцы нашего дома в приоритете? Все-таки дом наш кооперативный, мы сами его покупали от государства. Очень просим ответить на наше обращение. Тем более, что после окончания боевых действий Марата Куснулина, когда приезжал в Мариуполь, он обещал нам, жителям Бариуполя, о возрасте нашей недвижимости на том же месте или в ближайшем районе. Теперь я считаю, что постановления, которые существуют на данный момент, они противоречат слова Марата Куснулина и носят характер нарушения прав человека. То есть я считаю, что нужно ввести поправки в данное постановление, особенно в последний гости 24.1. Вот мы еще беспокоимся, сейчас видим на нашем месте наш подлован, который начал строительство по улице Полтавской, и вот наша яма, возят в газету, засыпают, и нам непонятно, что это значит. Будет ли строительство нашего дома? Ну и хотелось бы знать, естественно, по нормам предоставления жилья, которые происходят сейчас, потому что это несоответствие с теми квадратными метрами, которые сейчас строят, и люди не могут получить свое положенное жилье, потому что несоответствие идет постановлений с реальностью. Очень просим ответить на все наши вопросы. Хочется добавить еще, что в этом доме мы прожили 36 лет, как одна дружная семья, и поэтому мы просим и требуем, чтобы на этом месте построили новый дом и вернули равноценные квартиры всем нашим жильцам, которые здесь проживали. Нам уже практически всем жильцам уже за 60 лет, многие из нас пационеры, на данный момент мы все проживаем в съемном жилье и платим от 10 до 15 тысяч за жилье. Мы помжи. Практически никто из нас не получил деньги за компенсацию имущества, вы утеря имущества. Нам не выкутили ни копейки, а имущество мы потеряли полностью. Мы остались в том, в чем мы были. Поэтому мы просим общественность обратить внимание и помочь нам. И обращаемся также и к правительству ДНР, и к правительству Российской Федерации разобраться в этой ситуации и вернуть нам наше комбонное жилье, которое мы покупали на свои деньги на эту всю. Родная, хорошо появилась какая-то х**а на голове. Мама и Вера говорят, что, скорее всего, это лайк, но надо сходить в больницу, чтобы там глянули. Ну, оно как бы не болит, но болит только вот Вера, когда меня подстригала, она ногтем немного подделала, там шкурку эту сыграла и больно сейчас. Вот, так не болело, в принципе, ничего. Ну, я когда покупался, поняли, голову распарил, полотенце начинаю тирать, и на полотенце какая-то часть остается, поняли, вот я сухой кожей. Прошу. Завтра пойду в больницу, я буду выяснять. И под сам кінець, друзья, звісно ж, нагадаю вам, насколько важливо, аби ви не забули подписаться на YouTube канал Курбанова лайфу и, звісно, лишите нам в подобайку для поширення всієї зібраної інформації. Для того, аби і інші глядачі і користувачі YouTube в якийсь момент, звісно, який ви сьогодні відчули, підвищення тиску, ну, і, звісно, зміну і покращення настрою. Так завжди буває, коли ви дивитесь наш огляд російської крінджатини. Не забувайте, для нас украй важливо поширювати голос правди, ну, і, звісно, українські наративи. Тож, ви і тільки ви, наш глядач, можете нам в цьому допомогти. Ну, і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі. Дякую.